В эфире новости сейчас в студии работает Василина Карпова. Здравствуйте! И коротко о темах этого выпуска. 40 полигонов для вывоза мусора будет построено в Иркутской области за 10 лет. На первом таком объекте побывала наша съемочная группа. Безработных все меньше. В Иркутской области отмечается положительная тенденция. Какие меры поддержки оказываются жителям региона? Сказки сибирячка для самых маленьких. Кто и о чем написал книгу «Сибирское царство государства»? С днем рождения! Северная столица Приангария отметила 63-й день рождения. Какой подарок получили горожане к празднику? Туристический поток в Иркутскую область за 6 лет вырос на 60%. Такие данные были озвучены на презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Какие еще знаковые для региона точки роста вызвали особое внимание, расскажем в следующем материале. Губернатор Приангария презентовал экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве. Сергей Левченко заявил, правительство региона продолжит поддерживать идеи бизнеса, которые направлены на развитие Иркутской области. В регионе уже создана комплексная система мер такой помощи. Кроме того, Приангария приступает к новому этапу экономической политики в регионе на основе пятилетнего государственного планирования. Мы за последние три года показываем и реальный рост инвестиций, порядка 10-13% ежегодно. И цифры очень большие, порядка 300 миллиардов рублей. И те планы, которые у нас есть, заложены в пятилетнем плане, который начнется официально с 1-го и 0-го 2019 года, цифры не меньшие, даже большие. И под эти цифры инвестиционные, под тот рост экономики мы сегодня готовы презентовать наши проекты, которые добавят нам экономический рост. Сейчас инвестиционная политика региона направлена на поддержку производств по глубокой переработке сырья и выпуску продукций долговременного использования с высокой износостойкостью. Предприятия Иркутской области выступили с презентациями своих проектов. Так, например, было предложено создать газохимический комплекс в Усть-Кутском районе, построить фармацевтический завод и развивать туризм в регионе. Саянским муниципальным образованием было представлено целых два проекта. Это завод по производству этилена и сельскохозяйственный проект. Сегодня мы конкретно представляли здесь и дальше на секции мы будем представлять тепличный комбинат Саянский. Это 25 гектар защищенного грунта. Это очень крупное будет предприятие. Область подтвердила, что она заинтересована в данном проекте. Все теперь в руках инвестора. Как быстрее он зайдет, тем быстрее заработает. Мы, в свою очередь, сделали все. Выделили площадку, выделили, переговорились о возможности технологических подключений к сетям электричества, тепла. Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации отметил, что данная площадка для презентации региона – прекрасная возможность для российских и зарубежных партнеров наиболее полно оценить весь потенциал при Ангаре. Бизнес вообще и тот, который работает, и тот, который планирует и инвестирует, всегда интересуется вообще, какие у него перспективы, как будет меняться и налогообложение, и законодательство. Но и кроме этого, чисто физические вещи. Где будут дороги, куда можно привязаться по энергетике, где будут рынки сбыта, кому он свою продукцию может сбывать, как он эту продукцию может доставлять. И чем дольше, еще раз повторюсь, горизонт планирования, тем лучше для инвестора, для бизнеса, тем надежнее он себя чувствует в этом регионе. Один из примеров, когда бизнес в нашей области чувствует себя комфортно – это деятельность предприятия «Фармосинтез», который на территории Приангария за последние два года построил два завода. В следующем году будет запущен еще один. Совсем недавно, в короткий строк, построен завод по производству тест-полосок и глюкометров, который будет обеспечивать не только Иркутскую область, но и сибирский регион. При этом, тест-полоски будут на 30% дешевле, чем существующие. Екатерина Нерушкина. Новости сейчас. Два полигона твердых коммунальных отходов будут введены в эксплуатацию в Иркутской области в следующем году, в Нижнеудинском и Черемховском районах. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Нина Абаринова. Всего за 10 лет при Ангаре планируется построить около 40 подобных объектов. Олег Федоров продолжит тему. Поселок Михайловка Черемховского района. Здесь ведется строительство полигона твердых бытовых отходов. Уже завершены работы по устройству так называемой карты накопителя и установке ливневой канализации для очистки грунтовых вод. Мусорный комплекс электрифицирован и оснащен оградительными земляными валами. Объем, который способна принять так называемая карта, рассчитан на 12 лет, даже при учете приема отходов непосредственно из самого Черемхова. Но по оценке специалистов срок службы может быть увеличен. Въезд автомобиля будет осуществляться через лесовую, далее по дороге. Вот вы видите, выложено плитами, под снегом не видно. Заезжает на первую или на вторую карту, а соответственно мусор зависит. Там каждый слой пересыпается землей, идет послойное уплотнение и так далее. В зависимости от наполняемости используется или первая, или вторая карта. Работы начались в 2017 году в рамках целевой программы охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории за счет средств федерального, а также областного и местного бюджетов. В 2018 финансирование полностью легло на областную и частично муниципальную казну. В этом году из областного бюджета выделено почти 29 миллионов рублей. Софинансирование муниципалитета составило 4,2 миллиона. Полигон будет обслуживать весь Черемховский район. Это, да, приоритетный проект. Для нас это актуально, потому что на территории Черемховского района именно лицензированного полигона твердых коммунальных отходов на сегодняшний момент нет. В этом году министерством выделены средства на ликвидацию несанкционированных свалок на территории района, что позволит нам вот 4 свалки несанкционированных ликвидировать до конца года. В 2019 году этот объект сдадут в эксплуатацию. Здесь обустроят зону административно-бытового комплекса, который в том числе позволит получать информацию о тоннаже ввозимых отходов. Осталось только дождаться утверждения тарифов на вывоз и утилизацию отходов. У нас сельское население практически никогда не осуществляло оплату за эту услугу. Города у нас, конечно, готовы. Сейчас мы проводим очень много совещаний и исследуем такую тему о готовности муниципальных образований вот по доставлению и оказанию такой услуги совместно с региональным оператором мы работаем. В настоящий момент только 35% населения при Ангаре обеспечено лицензированными мусорными полигонами. Согласно территориальной схеме в ближайшие 10 лет запланировано строительство 40 полигонов. В этом году введен в эксплуатацию полигон в Казачинско-Ленском районе. Ведется строительство полигона в Нижнеудинском районе. Кроме того, сейчас разрабатывается проект строительства мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском, который станет первым масштабным объектом такого назначения в регионе. Планируется, что он сможет перерабатывать твердые бытовые отходы из Иркутска, Ангарска и Шелихова, а также с ближайших населенных пунктов. Олег Федоров, Николай Крупченко. Новости сейчас. В Иркутской области за последние годы отмечено самое низкое значение уровня регистрируемой безработницы. 0,93%. Об этом сегодня сообщила министр труда и занятости при Ангаре Наталья Воронцова. Кроме того, регион впервые за последние 17 лет вышел на второе место среди сибирских регионов по уровню средней заработной платы. Глава ведомства также рассказала о новшествах, которые ожидаются со следующего года в сфере занятости региона. С января в регионе должны будут производиться выплаты согласно проведенной деферрициации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Указ об этом подписал в ноябре губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Данные меры коснутся 77 тысяч жителей области. Различия будут устанавливаться с учетом уровня квалификации работников, сложности выполняемой ими работы, качества оказываемых услуг и эффективности. На эти цели планируется направить более 2 миллиардов рублей. Издано распоряжение правительства Иркутской области и до 1 января правовые все механизмы должны быть разработаны и минимальные оклады новые должны быть установлены. 30 ноября Минтруд Иркутской области издал приказ о минимальных окладах. Приказ тоже находится в свободном доступе. Теперь задача всех органов власти до 1 января принять оклады по каждой отрасли. Всего у нас 19 отраслевых систем оплаты труда на уровне области. В здравоохранении своя система, в соцзащиты своя, в культуре своя. По поручению губернатора в регионе разрабатывается закон о молодом специалисте, который ориентирован на закрепление квалифицированных кадров при Ангаре. Документ предусматривает ряд мер господдержки выпускников при трудоустройстве на территории региона. В следующем году областной Минтруд планирует направить на стажировку 500 выпускников УЗов и СУЗов. Заработная плата стажирующихся будет финансироваться 50% из областного бюджета и 50% работодателям. Сибирское царство государства поступит во все библиотеки при Ангаре и даже в соседние регионы. Сказки Сибиричка написаны иркутскими писателями только о родном крае. О том, как создавалась книга, расскажем в следующем материале. Поднимали мы прямо с первого номера с 92-го года, смотрели все это, выбирали лучшее. Так, по крупинке собирали произведения для новой детской книги, которая появится на полке библиотек Иркутской области. Главная идея этого проекта – познакомить ребят с творчеством наших земляков. Книга «Сибирское царство государства. Сказки Сибиричка» полностью состоит из произведений иркутских писателей о родном крае. В них войдут и сборник рассказов Валентина Распутина, который стал уже седьмым изданием «Увидевшим свет» в рамках проекта библиотека «Добрый свет». Все эти произведения когда-то были на страницах всеми любимого детского журнала «Сибиричок». Лучшие из них стали частью новой детской книги. Для «Сибиричка» это замечательный проект. Мы давно не делали книг и с огромным удовольствием работаем сейчас над этим проектом. Мы только что выбрали обложку для книги «Сибирское царство государства. Сказки Сибиричка». В ней сказки как наших сибирских авторов, называются они авторские, так и сказки народов Сибири, сказки венкийские, бурятские, русские. Этот сборник выпускается в рамках совместного проекта Иркутского отделения Российского детского фонда и компании «Н-Плюс». Библиотека «Добрый свет». Тираж тысячи экземпляров. Основная территория охвата – Иркутская область. Но эту книгу смогут прочитать не только маленькие жители нашего города, но и дети из других регионов. Красноярск, Хакасия, Нижегородская область. «Этот проект был инициирован 6 лет назад. Инициатором проекта выступил Олег Владимирович Дерипацк. Соответственно, мы планируем его развивать. Этому проекту уже, как я сказал, 6 лет. Выпущено 9 книг. Вот эта книга, которую мы сегодня ждали, будет 10-й». Библиотека «Добрый свет» дарит волшебные сказки и увлекательные рассказы ребятам детских домов с 2014 года. Кроме этого проекта, при поддержке энергетиков детскому фонду удалось реализовать и другие программы. Среди них «Глухие дети» и «Сахарный диабет». «Наше сотрудничество долговременно. 30 лет мы уже сотрудничаем с группой компании «Н-Плюс» и в лице «Иркутской энерго». Практически они стояли у истоков создания детского фонда. Что самое важное, что самое интересное, что компания всегда берет самые острые социальные проблемы детей и активно поддерживает нас в решении этих проблем». Помимо проекта «Добрый свет» в числе приоритетных программ российского детского фонда «Детский туберкулез». В следующем году в рамках этой же программы компания «Н-Плюс» планирует оказать финансовую поддержку по восстановлению спортивной площадки на территории Иркутской детской туберкулезной больницы. Анастасия Куренова, Александр Барановский. Новости сейчас. В Братске ко дню рождения города отремонтировали бассейн в 134-м детском саду. Из местного бюджета на капитальный ремонт было выделено 5 миллионов рублей. Открытие бассейна приурочено ко дню рождения северной столицы при Ангарии. Братску исполнилось 63 года. В честь этого события накануне прошли праздничные мероприятия, памятные митинги, концерты. А завершилось все вечером на главной городской площади. Зажгли огни у елки. Она установлена на площади у Братск-Арт. Высота новогоднего дерева 23 метра. Рядом с елкой установлены три ледяные фигуры. Это Дед Мороз, Снегурочка и символ 2019 года. В завершении торжества горожан ждал праздничный салют. Новости сейчас также отмечают день рождения. Нам 27 лет. Мы решили вспомнить историю и поделиться самым интересным с телезрителями. Как в 1993 году предлагали использовать космические технологии и удалось ли их реализовать в наши дни. Расскажем прямо сейчас. Космонавтика могла бы сослужить добрую службу Иркутской области. Убежден наш земляк космонавт Александр Полищук. Сегодня на встрече в областной администрации он привел массу примеров на этот счет. В частности, с орбиты мы могли бы получать сообщения о лесных пожарах в регионе. Космонавтам весь сверху видно все. И достаточно радиолюбитель настроить свою рацию на волну 145-550 МГц, чтобы связаться со станцией и вовремя получить информацию об очаге огня и спасти тем самым тайгу. От иностранцев у Полищука во время полета было почти 2000 радиопосланий. Из нашего региона ни одного. Так что области необходимы деловые контакты с НПО «Энергия», чтобы пошли они на пользу региону. Пока же только исполняющий обязанности губернатора Владимир Яковенко обогатился автографом еще одного космонавта. У него их более 40. Но стоит ждать выгоды куда весомее. А далее программа «Иркутск сегодня». Оставайтесь на ористе.